Добрый вечер! Это суть недели в студии Григорий Тинский. Сегодня в программе. События недели. Завершил свою работу пятый ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал. Россия зовет в Москве. Я уже сегодня не могу без бакцивилизации. Я не могу сегодня не сидеть в интернет-банке. Я не хочу стоять в старой советской сбербанке два часа в очереди, чтобы меня плохо обслужило дело. Еще одно событие недели. 9 октября президент Мениханов выступил с посланием Государственному Совету Республики. Это было первое послание президента к новоизбранному госсовету. Первое послание в новых, изменившихся политических и экономических условиях. Значительный вклад в развитие гражданского общества вносит социально ориентированные некоммерческие организации. Татарстанское отделение Общероссийского народного фронта провело круглый стол на тему импортозамещения и технологическая модернизация. Откуда возьмутся сразу заводы, оборудование, обученные кадры и тому подобное. Дата недели. 5 октября исполнилось 96 лет со дня создания российского уголовного розыска. Еще мечтали, что когда-нибудь преступность будет покончена раз и навсегда. Итак, форум «Россия зовет». В нем приняли участие более 1800 гостей. В том числе более 360 международных и российских инвесторов. А также руководители ведущих российских компаний, представители государственных органов и ключевых региональных ведомств. Мне кажется, наш опыт показывает, что вопреки общему мнению о том, что индустурные проекты – это долго и дорого. Можно строить их вовремя и за реальные, нормальные деньги, которые позволяют говорить об эффективности эксплуатации этих проектов. Просто нужно не воровать и хорошо работать. И тогда все получится. За три дня работы форума участники обсудили наиболее актуальные вопросы современной российской и глобальной экономики. Среди тем форумов – будущее российской и мировой финансовой системы, инвестиционные модели роста, улучшение позиций России в рейтинге Всемирного банка Doing Business, транспортная инфраструктура страны, а также значимость институциональных денег для развития экономики. Отличительной особенностью форума является традиционно высокий уровень спикеров. В работе сессии приняли участие президент Владимир Путин. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа. Я знаю, что у вас очень активно шли дискуссии вчера. Хочу всех поприветствовать на форуме. Это уже встречи носят такой традиционный характер. На мой взгляд, проходят весьма результативно, в открытой, профессиональной, дружеской такой манере. Обсуждаются самые важные вопросы, касающиеся российской и мировой экономики. Вице-премьер Дмитрий Рогозин. Начиная с 2011 года у нас отмечены положительные, устойчивые тенденции в оборонно-промышленном комплексе. Производительность труда выросла в среднем на 15%. Министр финансов Силуанов, министр экономического развития Улюкаев, председатель Центробанка Эльмира Насибулина, президент Сбербанка Герман Греф, Петр Чобанов, министр финансов Болгарии, Кристина Стенбек, председатель Совета директоров Инвестмент Киновик, Лоуренс Хо, председатель правления и главный исполнительный директор Мелко Интернешнл Диловитмент Лимитед, Андреа Эстевес, главный исполнительный директор BTG Пакту и другие эксперты мирового уровня. Однако самым интересным стало, на мой взгляд, выступление Германа Грефа. Он оказался единственным участником форума, который сказал горькую правду без оглядки на политез, как говорил Петр Первый. Ну почему мы к законам физики относимся с уважением, а к законам экономики мы считаем, что их можно, они имеют некий резиновый характер, что их можно натянуть на всякого желающего. Ну так не бывает. Почему распался Советский Союз? Это потрясающая некомпетентность советского руководства. И в первую очередь в области экономики. Они не уважали законов развития экономики, я скажу даже больше, просто они их не знали. В общем, они были счастливыми людьми, они не соблюдали то, чего они не знали, но в конце концов это их догнало. Нам очень важно делать уроки из собственной истории. Нам нельзя допустить повторения той же самой ситуации. У нас высокие цены на нефть, на ниспадающий тренд, у нас громадные структурные проблемы. Советский Союз 50% потребляемого зерна ввозил. Всю нефть продавали за то, чтобы купить зерно в Соединенных Штатах Америки и завести его обратно. Мы сегодня завозим почти всё. Когда мы говорим о том, что, слава богу, курс пошёл вниз и импорт прекратится, я вздрагиваю. Потому что каждый думает о чём-то своём. Я-то думаю о том, как мне строить высокотехнологичную компанию, а я сижу полностью на импортном продукте. Да ладно, я готов не есть. Я уже сегодня не могу без благ цивилизации. Я не могу сегодня не сидеть в интернет-банке. Я не хочу стоять в старый советский Сбербанк два часа в очереди, чтобы меня плохо обслужила девушка. Я не хочу стоять в очередь в старый советский магазин. Я хочу прийти в современный советский магнит, построенный современным российским менеджером. Или X5 Retail, где шикарный сервис, где есть контроль качества продуктов и так далее. Вопрос, что нам нужно сделать? Да, ответ очень прост. Нам нужно радикально повысить качество управления. Когда мы говорим о высоких общественных издержках, коллеги, да у нас в первую очередь немыслимые общественные издержки в области государственного управления. Немыслимые общественные издержки. Если мы посчитаем издержки на единицу эффективности, они будут гигантскими. И в эту гигантскую мельницу неэффективности, сколько угодно, не заправляя зерна, муки мы не получим. Почему Силуанов трясется над бюджетом, говорит, не надо больше. У нас 5 триллионов рублей сегодня тратится на федеральные целевые программы. Давайте открыто спросим, чего эти федеральные целевые программы за последние 5 лет достигли. И в этом-то ключевая проблема. И если будет понятно, что у нас механизм этот работает как часы, да, Господи, не жалко ничего. Я сам готов личных налогов платить больше и отправлять эти деньги туда, где они превращаются в нечто эффективное для нашего общества. Но проблема-то в том, что никто не верит в то, что будет создано нечто эффективное. И это базовая проблема. Давайте это обсуждать. Как нам изменить механизм, в первую очередь, государственного управления, сделать его более компактным, более эффективным. Потом, как нам сделать механизм более эффективным в государственных компаниях. А если мы не видим этого, давайте их приватизируем. И третье, как заставить частные компании быть более эффективными. Ответ очевиден, как жесточайшая конкуренция. У нас конкуренции не хватает. У нас полэкономики монополизированы. А значит, не будет никакой эффективности. Сейчас рубль улетел до 39,5. Он отскочит, но цены не отскочат. Мы не верим в то, что цены отскочат. Почему? Да потому что нет конкуренции. Ничто не заставит вернуть цены обратно. Политически доползли до 39,5, а обратно никто уже отползать не будет. Если Артемьев там опять хорошо отработает, то, может быть, какую-то группу товаров ему удастся отвоевать. Но не больше. Инвестиционный климат, мотивация людей. Нельзя мотивировать людей, как в Советском Союзе, гулагом. Эта мотивация недолгая, и она ломается. Люди не могут создавать творческие продукты в условиях, когда у них есть непонимание текущей экономической политики, текущего бизнес-климата. Сегодня у нас среди бизнеса самое популярное заявление, это не заявление на открытие нового бизнеса, заявление на регистрацию предприятия, а заявление на выезд. Где получить вид на жительство? Мы же все об этом знаем. Коллеги, вот этим надо заняться, пока мы эту среду не исправим, ничего не исправится. Учитывая известную близость Грефа к президенту Путину, его выступление это несомненное свидетельство того, что поднятые им проблемы понятны и высшему руководству страны. Очень симптоматично, что слова Грефа прозвучали на высоком международном форуме, парадной витрине России. Как это ни парадоксально, критическое выступление Грефа, по моему мнению, привлечет инвестиций больше, чем дипломатичное выступление его коллег. Не будем кривить душой. Главная цель форума – привлечение иностранных инвестиций. Я абсолютно убежден, что мысли, которые выразил Греф, давно витают и в Кремле, и в правительстве. И вскоре должны быть предприняты определенные шаги. Надо решать реальные проблемы и меньше говорить о каких-то глобальных вещах. Управление страной должно перейти на новый уровень. Нужно понимать, что у нас нет эталонов. Упор должен делаться на квалификацию кадров. Но иначе кто же даст денег тому, кто не понимает, что с ними делать? Еще одно событие недели. 9 октября президент Мениханов выступил с посланием к Государственному Совету Республики. Это было первое послание президента к новоизбранному госсовету. Первое послание в новых, изменившихся политических и экономических реалиях. Так что событием оно стало просто по определению. Давайте послушаем президента. Хармят ле депутат лар, хармят ле ватандаш лар. Уважаемые депутаты и приглашенные, уважаемые татарстанцы. Сегодня необходимо активизировать диалог с общественностью. Больше внимания уделять гражданским инициативам и учету общественного мнения при принятии важных социально-политических решений. Повышать эффективность работы общественных советов при министерствах, ведомствах и муниципальных образованиях. Общественная палата Республики уделяет больше внимания данным вопросам. Оправдала себя практика, когда партии, не представленные в госсовете, получили право выступать с парламентской трибуны. Заслуживает одобрение предложений о создании ассоциации непарламентских партий. Значительный вклад в развитие гражданского общества вносит социально ориентированные некоммерческие организации. На их поддержку направлены принятые государственные программы и создаваемый ресурсный центр. Лично меня в послании президента удивило то, что он начал свою речь именно с гражданского общества. Казалось бы, в тяжелое для экономики время логично было бы начать с экономических задач. Но понимание того, что без общественного согласия невозможно не только развивать экономику, но и вообще управлять республикой, пришло. И это характеризует Рустама Мениханова как ответственного и современного политика. Общегосударственной задачей является достойное проведение всенародного праздника 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Крайне важно уделить максимум внимания каждому ветерану и тражиннику тыла, проявить конкретную заботу о поколении победителей. При этом юбилей победы своим содержанием должен быть устремлен в будущее. Подвиги победителей для всех нас являются нравственным идеалом и опорой в жизни. Все это необходимо учитывать в работе системы образования, средств массовой информации и научно-просветительской деятельности. Юбилей победы должен стать этапным событием в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Это основа социального здоровья народа. Сколько их осталось, этих ветеранов войны? Просто стыдно, что даже немногочисленные солдаты победы все еще испытывают трудности и с жильем, и с недостаточным вниманием государства. Татарстан становится все более заметным участником международного экономического сотрудничества. Сегодня мы ведем работу по поиску новых партнеров в странах ближнего зарубежья, Азиатско-Тихоокеанского региона и Перескидского залива. Расширяется география работы представительства республики. Основным приоритетом их деятельности должно стать продвижение наших производителей на новые рынки. В правительстве республики необходимо внести предложение по реформированию структуры торговых представительств и организации их работы с учетом интересов дальнейшего развития республики. Наверное, нет в России региона более активного в экономическом сотрудничестве с зарубежными странами, чем Татарстан. Плоды этой активности мы все ощущаем каждый день. Новая геополитическая и экономическая ситуация требует дополнительных усилий в этом направлении. И здесь сомневаться в эффективности этой работы не приходится. Опыт Татарстана позволяет рассчитывать на новые инвестиции и новых торгово-экономических партнеров. Расширяющиеся внешние связи, активная внутренняя политика и существующие вызовы требуют адекватного информационного освещения. Это задача республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Принимая во внимание новые реалии, необходимо разработать концепцию развития телевещания и медиаотрасли. А это уже в наш журналистский огород камешек. Ну, что тут скажешь. Мы-то адекватно осветим. Вот только не всегда государственные органы охотно делятся с нами информацией. Послание президента отзвучало. Все его услышали. Ну что ж, теперь, как говорил один известный исторический персонаж, цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи. Сейчас немного рекламы, после которой мы вернемся в студию и расскажем о круглом столе в Общероссийском народном фронте и о 96-й годовщине российского уголовного розыска. И еще одно событие недели. Татарстанское отделение Общероссийского народного фронта провело круглый стул на тему импортозамещения и технологическая модернизация. Импортозамещение и технологическую модернизацию обсудили на круглом столе, организованном Общероссийским народным фронтом. В заседании приняли участие представители правительства республики, промышленных предприятий и учебных заведений. Возможно ли стать независимым от Запада за короткие сроки? Мнения экспертов разделились. Невозможно. Здесь необходимы процентовки. Но сейчас я бы не мог на себя взять ответственность, называть твердые цифры. Это должны делать специалисты по каждой отрасли. Плюс мы упираемся еще в то, что импортозамещение имеет определенный временной лаг. Для того, чтобы настроить производство и создать его, нужны зачастую годы. Во-вторых, для ряда отраслей необходимы достаточно серьезные инвестиции. Потому что откуда возьмутся сразу заводы, оборудование, обученные кадры и тому подобное. У нас, несмотря на все, открываются новые заводы. Какие заводы открывались даже в особой экономической зоне, я уже вам сказала. На сегодняшний день там уже 44 у нас резидента, 70 миллиардов вложенных инвестиций. Уже действует 13 заводов. Однако не стоит забывать, что работать нужно не только над импортозамещением, добавила замминистра экономики. Работа именно импортозамещения не только целью пополнения нашего внутреннего рынка. У нас должно быть импортозамещение по экспортоориентированной продукции на будущее. Если мы будем импортозамещение только для пополнения внутреннего рынка, это решение сегодняшнего дня. Мы должны смотреть на будущее. Эксперты говорят, что все отраслевые министерства республики разрабатывают программы импортозамещения и продвижения товаров местных производителей на рынке в разрезе каждой из отраслей. Все эти программы планируют представить на следующем заседании экономического совета республики. Эта тема в условиях международной экономической изоляции России самая актуальная. О том, как нам преодолеть режим экономических санкций, и что для этого предлагают сделать представители фронта в нашей республике, мы поговорим с сопредседателем ОНФ в нашей республике, первым проректором Института экономики, управления и права, доктором юридических наук, профессором Игорем Измайловичем Бикеевым. Игорь Измайлович, вчера, насколько мне известно, прошел круглый стол под эгидой ОНФ, который был посвящен вопросам импортозамещения. Вот если можно, коротко, как возникла мысль провести такое мероприятие именно под эгидой ОНФ, и кто были приглашены, какие в основном вопросы обсуждались, то есть хотелось бы узнать, что там происходило. Поскольку Татарстан считается признанным лидером среди регионов с инновационным развитием, занимающий топ-места в различного рода рейтингах и тому подобное и так далее. То есть получается для федерации очень интересно, какие мысли и суждения есть по импортозамещению в республике, какие предложения мы можем внести. Естественно, мы постарались обеспечить широкий спектр участников, которые представляют самые разные и отрасли, и направления деятельности. Конечно же, это органы государственной власти, профильные министерства и ведомства. Итак, мы пригласили представителей органов власти, это профильные министерства и ведомства. В этом году присутствовали первые заместители министров. Заместители министров – это Министерство экономики, Министерство строительства, архитектуры и жереднично-коммунального хозяйства, Министерство промышленности и торговли. В импортозамещении задача, наверное, ставится не в том смысле, что мы должны возвести крепость, отгородиться ото всех и тому подобное. Я думаю, что это в значительной степени вынужденные меры, это в чем-то дополнительная подушка безопасности для того, чтобы не останавливались производства, чтобы люди были обеспечены продовольствием, чтобы продолжалось строительство и тому подобное и так далее. Когда ситуация нормализуется, то в любом случае должны действовать рыночные механизмы. Где что лучше, пусть то лучше и идет. И мы не ставим задачу того, чтобы административными методами кого-то вытеснить. Более того, это мы поставлены в достаточно неприятные положения таким поведением наших, где-то бывших партнеров, где-то действующих партнеров. Потому что уж не нужно, конечно, обострять и выставлять друг друга во враждебные позиции. Они и сами себя поставили в достаточно специфическое положение. Но вот так сложилось. Как складываются отношения на уровне Республики Татарстан, Общероссийского народного фронта с республиканскими властями? Нет ли какой-то ревности, что молчо влезет не в свое дело? Вы что, тут око государева вас тут приставили за нами присматривать? Вот есть рабочий процесс взаимодействия? Рабочий процесс есть. Не всегда все происходит гладко, должен признать. Потому что мы, получается, каким образом? Зачастую работаем, когда контролируем исполнение указов президента, его поручения и так далее. Делаем запрос в соответствующее ведомство. Он не всегда приходит вовремя. Иногда бывают отписки формального характера вещи. То есть фактически берут ту информацию, которая нам и так известна. Она у них уже на сайте размещена. И дают что-то иное. То есть отношения выстраиваются не сразу. Но с другой стороны, даже вчерашнее мероприятие показало, что министерство и ведомство откликнулись. Пришли, будем работать дальше. Если не будем понимать друг друга, тогда будут возникать другие отношения. Потому что все равно идем на результат. У вас есть какие-то права контроля? Или это все зиждется на личном поручении президента? Как вот это выглядит? Мы являемся субъектом того, что называется общественный контроль. Мы можем этим заниматься совершенно спокойно. Правовая база для этого есть. Во-вторых, существуют и нормальные работы. То есть если мы пишем запрос, пишем письмо, мы на него получаем ответ. И если какое-то ведомство это не осуществляет, значит оно совершает нарушение собственных регламентов. Здесь уже разговор идет несколько иначе. Ну и вдобавок, то, что вы сказали, тоже имеет место быть. Лидер фронта, президент Российской Федерации. Да, ну это конечно еще важно. И это придает дополнительный вес. Несомненно. Вы общественная организация. Но будем говорить общественно-политическая все же организация. Политические цели в уставе нет на данный момент. Мы не участвуем, не участвуем в выборах. Вот я об этом хотел спросить как раз. Участники, учредители и члены рабочих органов Народного фронта могут выступать на политической сфере как личности. Сами по себе. Но не как представители Народного фронта. Вы знаете, было очень приятно мне с вами побеседовать. Надеюсь, нашим зрителям тоже было интересно. Спасибо большое. Спасибо, Илья Владимирович. Спасибо. 5 октября исполнилось 96 лет со дня создания российского уголовного розыска. Наш корреспондент Лисай Латыпова изучила историю этой оперативной службы и даже посетила музей МВД. В те времена вообще преступным был мир профессиональный. Клюшники, мокрушники, хипесники, фармазончики. То есть это была огромная могучая сила. А воевать с ней шли ребята не ученые, не обученные. Вообще милиция в те времена, эти 7 классов образования, это на уровне наших двух высших. Простые милиционеры вообще были малограмотные. Они в жаловании даже не могли свою фамилию писать. Настали галочку, что жалование я получил. Первые сотрудники уголовного розыска – это молодые, энтузиасты, мужественные и неподкопные ребята с горящими глазами и нулевым багажом знаний. Навыки сыщиков приходили с опытом, с годами. Было огромное революционное желание победить всякую нечисть, дать людям жить свободно и вольно. Вот это вот, вообще этот задор революционный был у молодых. Значит, вообще весь мир насилием и разрушим. Вот этих всех грабителей, воров. Вообще мечтали, что когда-нибудь преступность будет покончена раз и навсегда. Молодым сотрудникам приходилось иметь дело с уголовниками-профессионалами. Тогда на помощь приходил вот такой карманный словарь воровского языка – блатная музыка. Первых сыщиков называли агентами. Вот здесь на столе стоит один единственный ящичек, который сохранился от старой картотеки. Вот так, в виде ракушечка. Вот это тоже был такой учет преступного элемента. То есть здесь стояли карточки с отпечатками пальцев, с профессией воровской, с адресом. Все, что нужно, все вот в этой картотеке хранилось. У нас ведь не говорят так вот «Здрасте, товарищ подполковник». У нас вообще не в ходу званий и тому подобное. У нас, если тебя уважают, тебя уважают. Подполковник милиции Александр Аввакумов более 15 лет проработал в уголовном розыске. Он прошел путь от рядового оперативника до замначальника управления МВД Татарстана. За его плечами сотни раскрытых преступлений, краж, грабежей, убийств и разбойных нападений. Наиболее громкое преступление тогда было резонансное для меня. Это было разбойное нападение на собор святого Петра и Павла, в результате которого было похищено две иконы. Разбойное нападение было хорошо спланированное и заказное. Преступники работали в перчатках, не было ни следов, ни зацепок. Охранников собора сильно избили, к тому же в ту ночь они были сильно пьяные. Через 10 дней клубок начался распутываться. Я вот вышел на охранника, тут было электротехнический техникум, или какой на улице Ленина, около собора святого Петра и Павла. Вот тут все угловое это здание. И вышел на женщину, которая сторожила в ту ночь. Она само нападение не видела, но она сказала, что под окнами стояла машина, единичка голубого цвета, левое крыло, по-моему, побито. Сотрудник уголовного розыска – это в первую очередь тонкий психолог, а уж потом сыщик. Его терпение, вдомчивость и умение строить разговор с преступниками позволяют ему расположить к себе человека так, что тот невольно становится добровольным участником процесса раскрытия преступления, рассказывает подполковник в отставке. Многие не выдерживают морально и психологически. В рядах оперативников остаются лучшие из лучших. И даже на пенсии продолжают свое дело. Александр Леонидович является заместителем председателя Совета ветеранов МВД Татарстана. Он написал и издал более десятка детективов, главные герои которых – сотрудники уголовного розыска. От всего коллектива нашей программы и себя лично, на то есть особые причины, поздравляю всех, кто посвятил жизнь в борьбе с преступностью, поздравляю с праздником и желаю высокой раскрываемости, спокойных дежурств и оперативной удачи. Ну, вот и все на сегодня. Удачи нам всем. Увидимся в следующую субботу. Субтитры создавал DimaTorzok